друзья всем привет сегодня будем делать очередную дренажную яму вот но на этот раз я решил сделать более технологично да ну конечно это не мусор да это в общем буду использовать ведро такое для замешивания смесей но она конечно был но целый вот но на самом деле она мне уже не нужно их постоянно выбрасывать там те кто ремонт делает в общем на помойках полно бывает таких ведер вот особенно для новостройка ну там худых целых тогда нужно в основании конечно все грязные вот но для наших целей это не так важно вот мы будем делать сегодня емкость до для сбора дождевой воды вот я здесь вот хочу здесь у меня присыпано здесь будем брать яму и устанавливать его ну на какой-то определенной глубине нужно будет насверлить в этом ведре дырок но обтянуть укрытым материалом да вот этой мембраны чтобы водичка попадала на грязь не попадала вот и в общем если у нас пойдет дождь что водички будет куда деваться вот и потом постепенно она уйдет и опорожнит эту бочку да для этого мы сделаем на дне дно у нас наверно будет вот та часть все-таки вот который мы еще с присверлим и тоже на сверлим дырочек ну что погнали кстати крышку я в одном из предыдущих видов ну а так уж бачка тут побольше идеально конечно использовать допустим как бочку под эти цели . что день мы стараемся все поменим сделать сверху отверстие заглублять надо такую глубину чтобы пройти свой длину потому что не сплошь и специфичный здесь много длины пока нажмем как друзья вот что получилось единственное пришлось дрель подключить не хотел у меня просто она застряла сверло но пришлось короче говоря дрелью это гораздо быстрее получается вообще моментально все и вот все и изрешетил короче единственное сейчас разобрал грязь здесь который имеется потому что она здесь лишний скажем вот и сейчас еще хочу внутрь сделать следующее хочу еще внутрь ставить такую пластмасска придание жесткости она в принципе особо здесь не сыграет подскажем на фильтрации но чтобы было пожестче да и чтобы провалить короче говоря надо в общем его пили сейчас будет разобрал грязь самую лучшую чуть больше она получилась здесь Приворачиваем. Приворачиваем. Смотри, сколько сбежал. Почему что-то появилось? Будет соферки тратить по старинке. Пластмасса легко закручивается. Не знаю, как зиму это выдержит, не треснет, либо пластмасса. Посмотрим. В принципе, тут глубина такая. Не то, чтобы на глубине промерзания ходить. Но такая достаточно приличная. Сейчас жестко стало. Даже если бы я рисковал, я встал бы. Но не хочу. Могу испортить. Наконец-то я выкопал канаву. Что-то здесь больше получилось. Глина очень далеко. Какие-то кирпичи еще. Которые здесь вообще не должно было быть. Вон, кладка. Или не кладка. Ну, несколько кирпичей точно. Вот еще выкопал какой-то странный белый камень. И еще какой-то фрагмент. Странный камень. Это вообще фундамент старых домов. Совсем старых делали. С такого камня. Не знаю, откуда здесь, по идее, не должно было быть дома никакого. Ну, тем не менее. Короче. Продолжаем. Вот я бочонок замотал. Замотал вот этой мембраной. Сейчас будем его опускать. Единственное, я придумал. Сейчас будет вверх на оборот у нас. Потому что просто копать неудобно было. Все, ушел. Бочонок ушел. Сейчас посмотрю какой он стоит. Есть. Бочонок встал и теперь будем кусочком засыпать. Пока засыпал, пришла в голову идея, как я сделал в прошлый раз. Взять старый фильтр, картридж от фильтра и туда его закопать, чтобы у нас получше. Входила водичка. Вставим. Надеюсь, здесь копать никто не будет. Но даже если будет ничего страшного, выкопать этот картридж и все. Вот, то есть у нас водичка прямиком пойдет туда. Тут уже можно, кстати, стоять спокойно здесь. Даже не стучит уже. Все, всем пока. Спасибо за внимание.